Невесомая принцесса Невесомая принцесса Король нисколько не удивился, увидев ее там Ибо не подозревал, что забыл послать ей приглашение Добро пожаловать! Пожалуйста, благослови мою дочь Конечно, ваше высочество! Где же маленький ангел? Скоро мать ее приведет Хотя было ясно, что король не желал ей зла И действительно забыл ее Этот факт привел ведьму в еще большую ярость И она поклялась отомстить Поэтому, когда должна была начаться церемония присвоения имени И на принцессу должны были брызнуть ароматной водой Ведьма тайком положила в воду волшебный порошок Как только ей окропили младенца, он тут же потерял свой вес На нее перестала действовать сила тяжести Нянька, которая держала ее, вдруг почувствовала, что принцесса уже не в ее объятиях Так как принцесса стала невесомой Что такое? Что произошло? В испуге нянька отпустила младенца, но принцесса не упала Она так и осталась висеть в воздухе Моя дочь, что же произошло? Это могло означать только, что принцесса была околдована Они взяли ребенка Но хотя может показаться, что в этом нет ничего особенного, не иметь веса Это создало так много проблем для принцессы и ее родителей Однажды, когда принцесса лежала в постели Королева неосознанно открыла окно и ушла В комнату ворвался порыв ветра И словно перышко или песчинку Вынес бедного ребенка из комнаты через окно Вошла няня и увидела, что принцессы нет Где же ребенок? Королева, возможно, унесла ее с собой Где принцесса, няня? Я так хочу посмотреть на свою великолепную дочь Простите, ваше высочество, но я думала, что принцесса с вами Что за чушь? Но тогда где же она? И во дворце начались поиски Садовник сгребал листья в саду, пока не услышал смех, доносившийся из-под груды листьев Что это такое? Боже мой, это же принцесса Где моя дочь? Муж высочества, садовник, нашел ее под грудой листьев С этого дня король и королева стали так бояться Что держали принцессу под наблюдением каждую секунду Если она спала, то ее одеяло было плотно обернуто вокруг кровати Так, что она едва могла двигаться Если она не спала, то всегда была в чьих-то объятиях Однажды король попытался подбросить ее в воздух и поиграть с ней, как это обычно делают сильные отцы Но принцесса так и не спустилась вниз Ее пришлось спускать по лестнице Когда принцесса подросла, она едва могла ходить Потому что в тот момент, когда она опускала ногу даже с малейшей силой Она взлетала в воздух Поэтому ее почти несли на руках во время прогулки А двадцать слуг держали длинные кисточки ее платьев, чтобы она не улетела Отсутствие веса означало, что принцессе даже никогда не было тяжести на сердце Поэтому она никогда не могла выразить печаль И все, что она могла делать, когда не говорила, это смеяться А когда мы не можем печалиться сами, мы не можем понять печаль других И из-за того, что мы не можем понять печаль других, мы не можем быть добрыми Или знать, что значит любить И так принцесса была грубой и неотзывчивой Дитя, мы так беспокоимся о тебе Ты выглядишь так смешно, когда говоришь это Милая, разве мы тебе безразличны? Неужели ты нас не любишь? Что вы подразумеваете? Под безразличием и любовью мне хорошо летать вокруг Ты выглядишь так смешно, когда корчишь такие гримасы А теперь, если вы меня извините, я пошла Но принцесса была печальная, хотя отсутствие веса никогда не давало ей почувствовать это. Она ненавидела, когда ей все время прислуживали. Неужели нельзя оставить меня в покое? Нам очень жаль, ваше высочество, но сам король строго-настрого наказал следить за вами, чтобы порыв ветра не унес вас с собой. Пожалуйста, я чувствую себя как животное на поводке. Отстаньте от меня! Нам очень жаль, ваше высочество, но и их величество король и королева очень беспокоятся, что вас унесет ветром, и вы можете пострадать. Принцесса чувствовала себя пленницей. Как же ей хотело, чтобы ее оставили в покое. Было только одно место, где она чувствовала себя хорошо и свободно. Из дворца открывался вид на большое озеро. Принцесса плавала в нем каждый день. Только здесь не было никакой опасности, что ветер унесет или что она слишком сильно ступит и улетит. Так что, пока она плавала в озере, ее можно было спокойно оставить наедине с собой. Ее можно было отпустить только в озеро, и она купалась в нем каждый день и ночь. Тем временем король и королева консультировались со всеми врачами, докторами, алхимиками, волшебниками в королевстве. Но никто не мог предложить им решение, как спасти их дочь. Пока однажды к царю не пришли очень мудрые ученые. Ваше Высочество, возможно, у нас есть решение проблемы отсутствия гравитации и веса у принцессы. Скажите мне, быстрее. Ну, как мы все знаем, вода, кажется, помогает принцессе от ее невесомости, по крайней мере временно, то есть до тех пор, пока она находится в воде. Мы все это знаем. И что? Если вода, которая находится вне тела принцессы, может вылечить ее и порадовать ее сердце временно, то вода в ее сердце может вылечить ее навсегда. Я не понимаю. Ваше Величество, мы должны заставить принцессу плакать. Это могло бы излечить ее от невесомости. Итак, король объявил по всему своему королевству, что тот, кто заставит принцессу плакать, будет вознагражден. Так много мужчин и женщин пытались, но никто не смог заставить принцессу пролить даже слезу. Ха-ха-ха-ха-ха! Это так смешно! Все быстро теряли надежду когда-нибудь вылечить принцессу. Случилось так, что однажды принц проезжал мимо леса окружающего королевства. Он слышал о захолдованной принцессе, но не имел ни малейшего желания встречаться с ней. Поэтому, когда наступила ночь, вместо того, чтобы искать убежище во дворце в качестве гостя, он нашел пещеру в лесу и решил провести там ночь. Когда он вышел в лес, чтобы собрать немного сухих дров для костра, он увидел, что кто-то плавает в озере рядом. И он подумал, что человек тонет. Поэтому он бросился в воду, чтобы спасти его. Конечно, это была принцесса. И в тот момент, когда он обнял ее и почувствовал ее невесомость, он понял, что она была заколдованной принцессой, с которой он никогда не хотел встречаться. Но теперь было слишком поздно, потому что в тот момент, когда он увидел ее, он влюбился. Как ты посмел вытащить меня из озера? Я думал, ты борешь. Ха, как нелепо. А теперь давай, верни меня обратно. Ты самая невесомая принцесса. Ты когда-нибудь падала? Я не могу упасть. Только ветер может меня унести и заставить летать. Тогда почему бы тебе не попробовать упасть вместе со мной? Сказав это, принц нырнул в воду с принцессой на руках. И это был действительно самый волнующий опыт, который когда-либо испытывала принцесса. Ну как тебе? Самое удивительное, что я когда-либо испытывала. Итак, принц и принцесса встречались на озере каждую ночь и плавали вместе. Принцесса не могла любить, но принц любил ее так сильно, что жил для того, чтобы слышать ее смех и видеть, как она счастливо плывет рядом с ним. Он мог бы прожить так всю оставшуюся жизнь, но у судьбы были другие планы. Ведьма узнала о любви принцессы к озеру, и поэтому она наложила заклятие на озеро, чтобы сделать его сухим. Мало-помалу озеро начало высыхать, а вместе с ним и жизненные силы принцессы. Что может случиться с нашей дочерью? Похоже, что жизнь принцессы связана с жизнью озера. Если мы не оживим озеро, мы не сможем оживить и ее. Однажды, когда озеро почти высохло, за исключением нескольких глубоких луж, двое юношей нашли под скалой золотую табличку, на которой было написано. Если озеро должно жить ради людей, ему позволено лишить жизни одного человека. Но этот человек должен быть готов добровольно пожертвовать своей жизнью. Он должен сидеть на сухом дне озера, пока вода не поднимется высоко над его головой. Когда король услышал об этом, он послал сообщение в каждый угол королевства. Но никто не осмелился отдать свою жизнь озеру. Когда принц каким-то образом услышал просьбу короля в глубине леса, он сразу же направился во дворец. Ваше Высочество, я отдам свою жизнь озеру, но при одном условии. Какое оно? Я хочу, чтобы принцесса присутствовала при моей смерти и держала меня в живых, пока вода не поднимется над моей головой. И я хочу, чтобы она смотрела на меня и кормила меня печеньем, чтобы я не умер от голода до того, как поднимется вода. Ваше условие будет выполнено. Возможно, увидев, что ее любимое озеро снова наполняется, моя дочь тоже поправится. Итак, принц сел на дне озера. Принцессу привезли на лодке. Она увидела принца, но не узнала его, потому что в ее сердце не было ни любви, ни доброты. Пока принц сидел, вода начала медленно подниматься. Вскоре он был уже по коленю в воде, и когда лодка слегка покачнулась, принцесса пришла в восторг. Моя лодка плывет, вода поднимается, мое озеро оживает. Мы можем плавать здесь снова. Принц, давай поплаваем вместе, как раньше. Больше всего на свете я хочу снова поплавать с тобой, но я не могу, потому что должен умереть, чтобы озеро могло жить, чтобы ты могла жить. Впервые в жизни что-то кольнуло в сердце принцессы. Она не хотела, чтобы принц умер. Когда она увидела, как вода медленно поднимается, сначала до поясницы принца, потом до груди, потом до подбородка, потом до носа, когда он начал задыхаться, она больше не могла этого выносить. Она нырнула в воду и силой вытащила принца. К тому времени, когда она вытащила его на берег, он уже перестал дышать. Принцесса запаниковала и заплакала. Она плакала так громко, как еще никто никогда не плакал. Прибыли врачи и осмотрели принца. Принцесса потребовала, чтобы его поместили в ее покое. Принцессу, которая сама была нездорова, тоже отвезли во дворец, и это была одна долгая, ужасная ночь в королевском доме. На следующее утро принцесса проснулась. Принц лежал неподвижно. Она увидела его и прилила еще несколько слез. «О, смелый принц! Проснись! Проснись, пожалуйста! Пожалуйста, не умирай!» При этих словах принц открыл глаза и улыбнулся. Вне себя от радости принцесса встала с постели, в восторге топнула ногой, ожидая взлететь от радости. Но вместо этого упала. «Ай! Принцесса! Ты не летаешь! Ты упала!» «Да, я вижу это!» «Значит, ты уже не невесомая!» Во дворце царило такое ликование, какого мир еще никогда не видел. Озеро было полно до краев. Принц был жив и здоров. А принцесса перестала быть невесомой. Ей нужно было научиться ходить, но вскоре с ней все было в порядке. Принц и принцесса были влюблены друг в друга. Они поженились, купались, гуляли вместе, правили королевством и жили долго и счастливо. Редактор субтитров А.Семкин